Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Привет! Хочу сегодня немножко отвлечься от темы, которую мы начали рассматривать, связанной с достижением целей. И поговорить пару слов с вами, как с коммерсантами, с продавцами. Потому что мы все что-то продаем, понятное дело, это избитая истина. И два момента хочу с вами сейчас обсудить в течение пяти минут. Первый момент. Наступили такие времена, когда людей обманывать долгое время невозможно. Лживая реклама, обещания, за которыми ничего нет, сегодня уже не работает. Долго, во всяком случае, это работать не может. Долго обманывать людей и держать их в состоянии баранов невозможно. Потому что сегодня рынок другой, сегодня другие люди. Более того, если люди почувствуют себя обманутыми, они будут жаловаться. Они будут писать, они будут добиваться возмездия. Потому что у них сегодня появилась сила. Потому что за клиентом, потребителем сегодня есть сила. Мы должны это хорошо понимать. В некоторых компаниях дурят голову народу достаточно долгое время, не потому что люди идиоты, а потому что их поставили пока в такие рамки, где им приходится терпеть этот обман. Они просто терпят в ожидании. Но у них всегда есть свой собственный интерес. Если бы не было интереса, они бы не терпели. Важный момент. То есть, я хочу сказать, что если вы начинаете бизнес или ведете бизнес, продавая что-нибудь людям, то вы должны хорошо понимать, что это действительно то, что им надо. Это действительно то, что представляет для них ценность. Это очень важное слово ценность. На обмане, на пустых обещаниях, на разговорах, на схлипываниях, на мотивации, на улюлюканье, хлопанье в ладоши и так далее, долго никого не удержать. Времена эти кончились. Это очень важно понять. Потому что, поэтому ни в коем случае нельзя связываться с теми людьми, с теми компаниями, с теми бизнесменами, которые предлагают вам товар, за который вам потом будет стыдно. Который вам самим нафиг не нужен. Это первая мысль. Сегодня правда наступают времена, постепенно правда. И не во всех сферах, когда бизнес приобретает человеческое лицо. Кидалово, как говорят в народе, не прокатывает. Ну, в большом смысле. Кругом и сплошь и рядом это есть. Но в нашей среде, в нашей сетевой среде наступают другие времена. Это первая мысль. И вторая мысль я хочу сказать вот о чем. Очень многие люди мне говорят, что цена слишком высокая. Цена на продукт, на предложение, на товар, на пакет, на вход в бизнес непомерно высока. Говорят люди. И таких людей много. И многие люди убеждены, что основная масса ищет, главное, низкую цену. Главный критерий покупать, не покупать, низкая цена. Но это неправильно. Это не так. Мы просто не понимаем глубинных процессов, которые происходят. И не осознаем, как действуют люди. В том числе, как мы сами действуем. Нормальный человек ищет ценность. Он ищет ценность продукта, товара или предложения. С точки зрения, какую пользу можно извлечь для себя. Как создать условия, чтобы были решены твои проблемы. Может ли твой продукт или твое предложение решить проблемы твои. И что может это предложение сделать для тебя с точки зрения перспективы. Например, мы делаем предложение в бизнес и вход туда несколько сотен долларов. Человек говорит, это дорого. Ну, тогда иди бесплатно заходи. Вон есть компания, где бесплатно можно записаться. Просто запишись и начинай. Какие создашь ты для себя перспективы. Важно, чтобы человек осознал ценность вашего предложения. Если он его осознает, тогда цена не имеет значения. Абсолютно никакого. Ну, представьте, вы идете по улице. Или вам звонит ваш друг, близкий человек и говорит, Коля, выручай. Ты видел мою машину? Она стоит 50 тысяч долларов. Я тебе готов ее отдать за 10. Даже за 5. Но только сейчас. Прямо сейчас, потому что мне сейчас нужно 5 тысяч долларов. Потому что у меня пожарная ситуация. Удобное, выгодное, редкое предложение. А у вас денег нет. Но вы осознаете ценность этого предложения с той точки зрения, что если вы сейчас найдете 5 тысяч, купите эту машину, то завтра вы ее тут же можете продать за 40, как минимум. Таким образом, 35 тысяч чистой прибыли вы получили. Ну, вот такая ситуация. Найдете вы 5 тысяч, если вы в долгах и вам давно никто не верит. Я думаю, что да. Если вы узнаете, что где-то там лежит точно кусок золота ценой миллион, но туда надо приехать и заплатить 750 долларов, то тогда, извините, это предложение представляет для вас огромную ценность. А раз у нас для вас цена, то 750 долларов не вопрос. Если вы знаете, что бизнес, о котором вам рассказали вчера, позавчера, и вы начали изучать и постигать перспективы и потенциал, который в нем заложен, и вы разобрались во всем, и убедились, что этот бизнес вас может поднять на очень серьезную финансовую высоту, на высоту успеха, то тогда при чем здесь цена? Цена не имеет значения сегодня. Итак, не цена главное, а ценность товара. Человек определяет, сможет он с помощью вашего предложения улучшить свою жизнь или нет, сможет он решить свои проблемы или нет, сможет он получить перспективы такие, которые его возбуждают или нет. Вот и все. Поэтому цель нашего общения не говорит, что цена низкая или высокая, а цель нашего общения с нашими потенциальными клиентами и партнерами рассказать им и показать во всей полноте, как мощно этот бизнес может повлиять на их жизнь. А для этого нужна система. Для этого нужна постепенная, последовательная, такая информационная цепочка действий, которая помогла бы человеку все это понять. За один раз сходу вывалить на человека все это невозможно. Нет, вывалить можно, но получить нужный результат, чтобы он понял истинную ценность этого продукта, нельзя. Поэтому я рекомендую вам, познав, услышав от меня сейчас эти истины, общеизвестные, ничего особенного я не сказал, я просто напомнил вам и сконцентрировал ваше внимание на этих вещах. Нельзя обманывать людей, надо говорить им правду о истинной ценности вашего продукта и помнить, что не цена определяет успех вашего бизнеса, цена вашего предложения, а его действительная ценность, способность изменить жизнь людей в лучшую сторону. Желаю вам удачи в вашем бизнесе. Заходите по ссылке вниз и посмотрите, какова ценность предложений, которые делаю вам я, компания Думри. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok